МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Начинаем живой эфир. Главный соведущий Сурьяр. Здравия тебе, Сурьяр! Здравия, Алексей! Здравия всем радовичам! А на дворе у нас 3 декабря 2015 года, четверг по одному из современных календарей, а по одному из древних, 32-й день месяца, Новый Дорог, 7524-го лета, Сельмица. Итак, кого мы можем назвать родным богом нашим и кто есть вообще наши боги? Я думаю, что тема довольно актуальна, потому что столько сейчас копий сломано по этому поводу. Одни говорят, что боги – это вообще вся природа. Другие говорят, нет, это боги – какие-то существа, которые нас иногда посещают. Третьи говорят, нет, 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 боги – это одушевление природных каких-то стихий и так далее, и тому подобное. Вот давай послушаем тебя, что ты по этому поводу скажешь. Но, наверное, начать наш эфир можно с того, что к нам приходит в студию нашу редакцию по почте. Напомню всем, что вы можете присылать сообщения тем, кто у нас в эфире появляется. Для этого есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. И вы можете выбрать того, кому ваш вопрос будет адресован. В данном случае к Сурияру пришло такое сообщение. Здравия! Все ты хорошо и складно излагаешь. Только зачем расскажешь небылицы о нашем прошлом? Вы сознательно не замечаете высокотехнологичных построек недавней древности с единой архитектурой по всему миру. Вы сознательно не замечаете последствий гигантского катаклизма, произошедшего совсем недавно. Но при этом полагаетесь и опираетесь на бумажки, написанные с определенной целью. Какая определенная цель здесь не написана, нам остается гадать. К сожалению, Евгений, задававший вопрос, это не указал. Итак, пожалуйста, давай попробуем ответить на этот вопрос. Что ты скажешь? Хорошо, он такой многоуровневый вопрос, с одной стороны. А с другой стороны, я бы не был так категоричен на месте Евгения. Не потому, что там он заблуждается или что-то еще просто. Ну, я, как сказать, бывают, наверное, какие-то вещи стараюсь говорить в той или иной степени категорично. Но перед этим стараюсь их достаточно хорошо проверить и убедиться. И, собственно говоря, как раз уже говорил, все, что я знаю, я постоянно перетряхиваю. В том плане, что посмотреть, не заблудился ли я сам здесь. Ну и, соответственно, слава богам, в общем-то, есть люди, достаточно сведущие, которые помогают мне, наверное, на этом пути не войти там в прелесть. Самое высокое знание о самом себе или что-нибудь еще. Вот. Зачем нам рассказывать небылицы о нашем прошлом? Ну вот. Ну, так может сказать человек, который... Ни в коем случае я не буду пытаться принизить там мнение человека о своем знании или о том, как он сам себя воспринимает. Ну, просто у него, я скажу проще, вот есть свое какое-то видение мира. Он имеет на него право. Называть то, что мы говорим, небылицами, но, значит, пусть предоставит нам достаточно четкие, безусловные сведения о том, что было в нашем прошлом, как он говорит. Если этого нет, то, как минимум, это слово на слово. А, как бы, если рассматривать чуть глупо, можно назвать это несколько другим, более грубым словом, но, опять же, этого не буду делать, уважая собеседника и не видя его независимо от того. Потому что я понимаю, что человек неравнодушный, человек пытается постичь мир по-своему. Может быть, он где-то что-то знает. Почему нет? Я только за. Вы сознательно не замечаете высокотехнологичных построек недавней древности с единой архитектурой по всему миру. Почему мы не замечаем? Мы очень внимательно их изучаем, внимательно на них смотрим, и все сведения, которые об этом возникают, там в интернете или где-то, в каких-то других источниках, мы точно так же внимательно рассматриваем. Но я не имею в виду себя именно, но я думаю, и Алексей, и очень много радующей подобной информации, в общем-то, себя не забавляют, а как бы занимают свое время, попытаясь понять. Просто я говорю, что там тысячелетний период, допустим, который в той истории, которая официально называется, он не описывает в очень большой степени того, что было на самом деле. Это раз. Это мое мнение, вполне себе безусловно. И даже тысячу лет назад, да, мы говорим, что традиция не находилась на пике своего расцвета, скажем так, потому что традиция, она обычай, может развиваться, может терять какую-то силу и глубину познания. Ну и при великой надежде мы имеем на то, что сейчас все-таки наступило утро сварога, по календарю об этом нам все говорит, но как это проявится, нам это до конца неведомо. До конца неведомо. Во многом видимо и понятно, но во многом все равно неведомо, и не надо себя загонять в иллюзию, все знания в данном случае. Поэтому вот только никто не отрицает, по-моему, особо, что есть огромное количество артефактов, не только построек, которые говорят о том, что технологические цепочки, которые есть сейчас в современном мире, они не являются изначальными, потому что нечто подобное производил в расширении однократно. И вопрос тут скорее в том, были ли эти технологии более высокие, нежели те, которыми обладаем мы сейчас. По моему мнению, да, они были более высокими. Вот и сейчас мы какие-то осколки старых технологий пытаемся воспринять и заново их реализовать в жизни в виде производства или что-то еще. Вот это, потому что тут несколько вопросов. Это вот то, что касается, да, мы замечаем эти высокотехнологические постройки, огромное количество артефактов и все прочее, но однозначно их отнести к той или иной культуре или, там, допустим, к инопланетной цивилизации, не я не думаю, там большинство исследователей бы, наверное, на это не пошло. Вы сознательно не замечаете последствий гигантского катаклизма, произошедшего совсем недавно. Ну, как бы катаклизм был не один, и тот, который произошел совсем недавно, не знаю, я не могу сказать с точностью, как, наверное, Евгений, год или, там, хотя бы десятилетие или хотя бы столетие, безусловно, произошедшее этого катаклизма. Да, эти были катаклизмы, и там масса вопросов, которые заданы и на которые не получены ответы, там, и следовательно, почему, допустим, первый этаж, там, в Петербурге практически во всем старом городе залит. И тот этаж, который раньше был первым, он почему-то стал полуподвалом. И при том, что городу, там, ну, 300 лет по официальной истории, и ничего, кроме там, ну, были наводнения, но не несли с собой вот те, допустим, мегатонны илла, которые бы это сделали. Поэтому катаклизмы были, и есть большое подозрение, что еще будут. Ну, просто к чему этот вопрос? Потому что мы не пытаемся, там, безусловно, реконструировать историю или что-то еще. Потому что мое личное мнение, я вот могу сказать, нам более-менее доступно, скажем, через наши какие-то родовые линии, через какие-то документы. Это, в общем-то, со второй половины 19 века. Все, что было до того, оно многократно изменено. Нам не надо далеко ходить, даже вот история последних 25 лет нам показывает то, что то, что виделось вот так, подается сейчас совсем по-другому. Даже в тех учебниках истории, которые изучают вот нынешние дети в школах. Ну, вот примерно так я, наверное, ответил, Алексей. Да, я понял, цвет. Так, ну, еще там есть такое, но при этом полагаетесь и опираетесь на бумажке, написанной с определенной целью. На бумажке я не понял, какие, и с какой целью тоже не понял. А раз мне непонятно, то я отвечать не могу. Да, потому что, как сказать, мы когда, ты неоднократно говорил, когда смотрим глаза в глаза, мы понимаем реакцию человека, и, собственно говоря, там многие вещи можно дополнить. А так ни вопрос, ни смысл его не очень понять. Ну, и даже вопросом это, наверное, не назовешь. Это тоже, как бы, некое, наверное, обвинение. Ну, слава богу, не злобное, мне кажется. Хорошо. От меня, если хочешь услышать ответ на эти вопросы... Ну, там как-то хотя бы запомни. То я никогда не отличался тем, что что-то замалчивал. Если есть указание какое-либо на какой-либо артефакт, то я стараюсь его, как минимум, увидеть на видео, на фотографии, разобраться, посмотреть, понять, где он находится. А по максимуму, если есть информация, изучить. Какие о нем сведения, кто его когда открыл, какие там находятся дополнения, указания дополнительные, косвенные, может быть, в чем-то. Может быть, какие-то ученые его исследовали, дали какие-то заключения по экспертизе. Так что я с чистой совестью заявляю, что ко мне это относиться не может вообще никак. Ну, по-моему, я где-то близко к твоему тексту. Да, я всегда с очень живостью реагирую на новые видео, на новые фотографии, на новые какие-то экспертные заключения и просто на сообщение, что там вот что-то нашли, давайте посмотрим. Дальше. Гигантский катаклизм. Согласен с Уриером, что катаклизмы были неоднократно. И есть те, которые мало кому известны, есть те, которые в наших древностях описаны, есть те, которые четко замалчиваются, может быть, по чьей-то указке, может быть, просто потому, что так невыгодно научным умам современности говорить о том, что были, но это не вкладывается в их теорию, потому что славяне, они вот такие несчастные, бедненькие, появились не так давно, значит, глупенькие, и они не могли существовать в те времена с высокими технологиями. Вот это и есть. Поэтому, опять же, здесь я ни от чего не отказываюсь, и многократно в передачах с моим участием я говорю, что рассения слишком велика для того, чтобы ее мерить одной только традицией, для того, чтобы ее измерять одними только преданиями какого-то одного рода, и тем более упираться в какую-то одну только местность. Это то же самое, как сказать, что тысячи лет назад была крещена вся Русь. Тысячи лет назад наступила такая эпоха крещения Киевской Руси, именно Киевской области. На тот момент даже только Киеву. Ну, Киев, он к Киевской области отношения имел, то, что вокруг него, поэтому я говорю, Киевской области. А дальше это преподносилось уже именно как крещение всей Руси, и поэтому по всем весям, по всем городам празднуется с большим размахом очередное новолетие крещения всей Руси. Независимо, где эта Русь, по мнению празднующих, находится на Камчатке, или это, может быть, Архангельск, или, может быть, это, не знаю, там, Крымское какое-то место, или это Киев. Неважно. Будут праздновать в Москве, значит, вы говорите, что и Москву тоже крестили, и Камчатку крестили, именно тысячи лет назад. Не было, да? Да. А то, что указания на некоторые такие интересные моменты о том, что церкви появлялись в некоторых местах буквально не так давно, первые церкви, об этом все, естественно, умалчивают. Вот это тоже серия. Мы имеем перед собой четкие указания о том, что, да, проходили определенные неприятности на Земле для людей. Почему, когда они проходили, последние ученые как-то к носу в сторону водят и говорят, ну, может быть, но мы не знаем. Вот, поэтому мы это не игнорируем, я это не игнорирую. Если поступают сообщения, то я живо берусь за изучение и общаюсь с теми людьми, которые на это указывают. Знаете, что людей к нам в эфир приходит очень много, со многими людьми приходится общаться, и я рад тому, что... И вне эфира. Да, ну, естественно, вне эфира встречи бывают, что там по 10, по 20 очень знаменитых людей встречаются, общаемся, что-то рассказывают, какие-то новости. Вот, поэтому я отношусь очень спокойно к тому, что кто-то говорит, что вот у вас, например, неправильный календарь на сайте, и отвечаю, так это же мы говорим, что это один из календарей. Если у вас есть другой календарь, и вы живете по этому календарю, и он вам помогает, я не исключаю того, что он настоящий, и в каких-то родах он применялся. Кто-то говорит, у вас неправильно ли это исчисление само? Я говорю, ну, и это тоже может быть, потому что много было родов. Кто-то отмечал лето вот так, кто-то отмечал на валенте вот так, кто-то жил по такому. Вот, кто-то говорит, у вас часы неправильно. Ну, хорошо, и это тоже. И они отрицают того, что говорят люди, потому что, когда мы существуем все вместе на одной большой земле, то мало того, что существует множество народов, и с разным цветом кожи, и с разным ростом, и с разными повадками, генетическими особенностями. Я также не отвергаю, что на огромнейшей территории, от одного океана до другого, и с севера на юг, тоже было множество традиций, родов, календарей, часов и всего остального, и преданий. Так что и всех предлагаю, всем предлагаю поступать примерно точно так же. Не отрицайте, а изучайте, смотрите. И если по каким-то причинам какой-то календарь, предание вас задевает, вам оно ближе, то в этом случае вам никто не имеет права запретить пользоваться этим, лишь бы это шло во благо всем родам нашим. Наша-то задача какая? Разъединяться или объединяться? Я считаю, пришло время объединяться. Не против кого-то, как кто-то там пытается кричать, что вот там появились новые, не пойми какие-то, которые там что-то славят и так далее, хотят весь мир завоевать. Нет, мы не против кого-то. Мы для чего-то. А для чего? Для того, чтобы наши рода выжили. Для того, чтобы Россия стала сильной. И Россия станет сильной. Другие страны станут сильными. Не с точки зрения бряться не оружие, а сильны с точки зрения здравого смысла, с точки зрения любви, сердечности и понимания и ведания этого мира. Вот. Так что такая моя... Мой ответ Евгению. Ну что ж, давай переходим теперь к теме. Первый пункт, кого мы можем назвать Богом? Давай с этого и начнем. Хорошо. Я просто немножко... Я, видишь, каждый раз чуть-чуть возвращаюсь к нашим предыдущим беседам, чтобы связь общей мысли все-таки не прерывалась. И тут я хотел бы на чем остановиться? На вере. Потому что мы прошлый раз разбирали и позапрошлый раз разбирали, что сие есть. Ну, одно дело, если мы разбираем кодово-слогово или там буквечный строй, это одно. А другое дело, то чувство, чувство, ощущение, которое есть в человеке, если в нем есть вера. Я сейчас... Я объясню как бы постепенно, почему это очень важно и это ключевая позиция. Потому что как того момента, который придерживается, что веда есть писаная и веда есть не писаная и они по качеству могут достаточно сильно отличаться. Почему? Потому что то, что записано, допустим, все веды, практически, которые сейчас издаются. Я не буду говорить о бих-качестве, потому что время оно раньше или позже как бы расставит в этом деле, я думаю, свои элементы и как бы какое-то наиболее качественное вероучение, оно займет, наверное, какое-то главенствующее место, скажем так. Но вот, а веда не писаная это собственно говоря жизнь или живо или свет текущий во всем мире постоянно созидающий новое. И соответственно вот это новое мы каждое мгновение стараемся постигать. И собственно говоря первым элементом этого постижения как раз является вера. И одна из основных задач ведающих, родовичей по всей Руси нашей великой мне видится заключается в том, чтобы восстановить в людях силу и правду веры. Почему? Потому что до сей поры ну там не к словарям сейчас не будем обращаться, но до сей поры слово вера у нас часто употребляется именно как синоним слова религия. а это вещи не то, что похожи, это вещи совершенно различные. Потому что вера это безусловное соприкосновение с правдой небес, с правдой горней. Вот этот элемент мы себе должны культивировать и развивать эту веру и не впадать в как бы вере или доверие или тупо вере различным небылицам с одной стороны. А с другой стороны как сам по себе человек не крайне редко может вот эти вещи там полученные уровни чувств перевести в некое словесное изложение. Это тоже великий дар когда человек ну вот может какие-то вещи воспринять и потом в той или иной степени доступным языком изложить. Но вера как таковая почему нам часто говорят ищите правду в сердце там вот смотрите сердце отзывается или не отзывается я говорю это тоже не работает это мой опыт в данном случае вполне безусловный если сердце не выстроено если сердце не очищено то оно точно так же не способно вот эти вещи даже горизонтального плана воспринимать правильно почему потому что толкование все равно идет через голову это мы уже говорили но я говорю как для всех повторю еще раз что мне не лень повторить я буду повторять многократно для того чтобы вы на самом деле услышали то что говорит я не пытаюсь навязать свое мнение но хочу чтобы услышали а не пропускали мимо ушей то что сказано вот это что касается веры и поэтому обращаясь к пониманию богов и их место в нашей жизни и смысла нашего с ними взаимодействия мы вот должны понимать что вера собственно это тот инструмент через который у нас есть возможность воспринять то или иное божественное проявление вот почему необходим в данном случае почти как воздух это вот то что касаемо вот а теперь к тому да кого мы можем считать богами вопрос такой копии на этом поприще было сломано и голов я думаю было отрублено не намного меньше чем сломана копия почему потому что за последние там полторы тысячи лет все войны практически все имели в себе религиозную подоплеку то бишь толкование чье-либо толкование божественного откровения или божественного проявления признавалось более правильными или менее правильными то есть что признавалось менее правильным там огнем и мечом пыталось утвердиться но все так называемые как эти конфессии как они называются традиционные да они да да они как раз все себя на этом поприще проявили далеко не лучшим образом вот сейчас эта риторика воинственная иногда становится чуть потише но мы неоднократно слышим и слышали что вот у нас есть враги сегодня те там те там собственно говоря нас тоже периодически зачисляют во враги там по-моему даже какой-то полуофициальный у них есть опус по этому поводу как нам каким с нами бороться мы с ними не боремся почему мы идем своим путем мы делаем то что мы должны делать для того чтобы как Алексей правильно сказали сохранить свои рода и продолжить свой путь вечности так вот формула которой многие придерживаются родович она гласит примерно следующее роди небесные роди всевышние там не дословно но смыслово пребывающий началом всемиря един и много проявлен во многих ликах и силах вот такая формула и тут каждое слово нам необходимо понимать о чем это потому что лики и силы вот эти вещи нам нужно понять и в этом ключе потому что пантеон описывается так и немножко иначе там где там кто-то на высшую ступень пытается ставить Перуна хотя достаточно хорошо известно что Перун все-таки в пантеоне свое место занял не так давно потому что мы могли сказать что это бог все-таки более молодой чем боги автохтонные такие там как Велес или Мокош Макош кто как произносит которые имеют более древнее самовыражение и собственно говоря все вот эти татуэтки находящиеся в древнейших там стоянках и это они вот изображают как правило мать рожанец это собственно говоря один из символов Мокоши потому что на обрядах мы обращаемся как раз к Мокоши в чем чтобы наши зоны были плодны и здоровы и силы имели как у рождающей матери земли поэтому как мы привыкли вот одна из определенных проблем нашего мировосприятия в том что мы пытаемся каждое божество известное нам или неизвестное но включенный в пантеон так или иначе персонифицировать а персонифицировать это значит наделить его теми качествами которые есть у нас и которые соответственно мы считаем должны быть у Бога правильно ли это я думаю что это не не совсем правильно а порой совсем неправильно почему потому что та сила которая сотворяет некое свое деяние во всем мире в котором мы пребываем она выполняет именно свое деяние и это деяние никак может быть не походить на то деяние которое сотворяем мы с вами двурукие двуногие живущие в мире явном большей степени и поэтому вот этот элемент попытка антропологизации персонификации того или иного божества нас вводит в определенную степень заблуждений поэтому даже обращаясь вот род всебог как бы в самой фразе звучит этот элемент персонификации просто надо подозревать что подразумевать что мы как бы так обращаясь подразумеваем некую изначальную силу которая проявляется во всем мире вот и поэтому мы не можем и собственно говоря весь мир который нас окружает все силы которые с нами взаимодействуют все люди которые нам ведомы неведомы видимы невидимы и точно так же все спектры излучения это все в данном случае есть рождающая сила то что мы называем родом это то что касается как сказать кого мы можем называть богом так вот сама по себе в данном случае иерархия богов она может быть наверное рассмотрена в том ключе что есть как бы некая сила безусловно божественная та которая порождает мир и то которого мы называем родом есть достаточно большое количество сил и ликов мы разберем в чем они отличаются которые являются как бы его не как бы а являются его проявлением давай мы это тогда после музыкальной паузы будем разбирать сейчас переходим на музыкальную паузу посидите мои гости я вам песенок успою я вам песенок успою да выражение просваю в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню 3 декабря 2015 года четверг по одному из современных календарей 32 день месяца нового дорога 7500 24 лет а седмица по одному из древних календарей главный соведущий Сурьяр рассказывает нам о том кого мы можем называть богом кто есть наши боги и вот мы прерывались как раз на самом интересном но прежде чем продолжить разговор я хочу уточнить что издревле говорили что богам нашим нету счета и кто будет их считать и равнять кто старше кто младше кто главнее кто слабее тот является отступником рода и поступает не по правилам две лиц да вот вот поэтому здесь надо понимать что опять же родов огромное количество и каждый мог признать того или иного бога как своим заступником поэтому говорить чей папа опять же мощнее чей папа слабее это не тот вариант который нас сейчас всех устраивает поэтому то что говорит Сурьяр он говорит ну как бы подает мысль о том что да такое количество есть такие-то находки находились но опять же когда находят находки скорее всего вот ученые многие сходятся здесь я не могу с ними не согласиться что та женщина которая часто находится бабичье тело да большое мощное приспособленное для родов это как раз символ мог быть не только макоши это просто мог быть например богиня какой-то рожаны или богородицы или просто хранительницы рода поэтому здесь однозначно признать что это было например макош или макош тоже может быть не совсем правильно и то же самое по другим богам поэтому надо понимать еще раз говорю что у каждого рода мог быть свой бог и кого он там изображал и что там писалось это уже его совершенно личное дело и додумывать за него мы тоже не имеем права пожалуйста продолжай хорошо тут я с тобой соглашусь что тут есть определенный уровень нашего домысливания не скажу домыслов в том плане что просто антропологически ты сам видел что они антропологически очень сильно похожи и там в этом плане я думаю что подразумевалось как раз потому что во всех родах всегда очень важно было чтобы женщина была здоровая сильная и способна родить и выкормить большое количество детей и если она не обладала этими качествами значит поэтому было ли это имя макош или бы это было какое-то другое имя тут я склоняюсь к тому что нам все-таки более-менее понятно что подразумевался именно функционал именно рождающей силы вот в том ключе как то же самое допустим вот это лингам шивы или запись которую ставим мы на кайфичах это то же самое животворящая сила мужского начала и это не поклонение как там нас пытаются часто извинить поклонение там именно мужскому половому естеству нет это именно животворящее мужское начало то что надо еще тоже учитывать что в некоторых родах это ставят в некоторых родах это не ставят в некоторых родах принято просто ну есть он и есть а в других родах например ну даже не то что в родах а больше это в современности когда с этим проводят какие-то обряды которые ну больше даже похожи на какие-то эротические сцены из порнофильма поэтому здесь тоже Тоже надо все взвешивать и рассматривать так, что у каждого человека есть свое представление. Кто-то просто поставил, а кому-то даже это ставить не надо. А кто-то не просто поставил, но чуть ли там женщин всех не заставляют на это дело прыгать и изображать какие-то там сцены. Так что вот фантазия человеческая, она ограничивается его представлением в этом мире. Ну да, и тут надо понимать, собственно говоря, что понятие о некой пристойности и нравственности, оно все-таки с течением времени меняется. И то, что сейчас, допустим, нам кажется как-то неприличным и скоромным, допустим, слово такое употребим, оно может быть там лет 200-500-1000 лет назад выглядело для людей совершенно иначе. Это тоже надо понимать, поэтому, как же опять возвращаясь к тем передачам, которые были ранее, все-таки мы рассматриваем и древность, но рассматриваем с определенной пристрастностью через призму сегодняшнего дня. И я сторонник того, что традиция наша сегодня не воссоздается как таковое, а осознается на современном уровне, чтобы мы пришли все-таки к равновесию с теми небесами, которые есть сейчас, не с теми небесами, которые были там тысячу или пять тысяч лет назад, не отбрасывая, естественно, со счетов то знание, которое нам передано где-то в осколочном виде, где-то в более-менее цельном. Потому что тут и, соответственно, вопрос, какое количество богов, дополню, тебе тут совершенно однозначно, что опираться только лишь на этнографические источники, которые нам переданы через часто каких-то иногородних или иностранных путешественников, которые не были посвящены в традицию, описывали там нечто видимое ими через призму их опыта. Да, непонятное имя, скажем так. Да, непонятное имя, когда нам это выдает как основу традиции, я знаю, что достаточно количество групп в той или иной степени, следующих путем традиций, родового обыча, они, к сожалению, делают слишком большой упор именно на то толкование, которое дает не современная даже наука, а вот наука там советская или досоветская, или там мы прекрасно более-менее осведомлены, что кто писал историю при Екатерине, ну как прекрасно, опять же, там вроде бы достаточное количество источников говорит о том, что когда описывалась история, доступная нам, и в какой степени она искажена. Да, писали и приписывали, а теперь современные читают и делают выводы не о том, что было, а о том, даже не о том, что написано, а именно на те комментарии ссылаются, которые там присутствуют. Надо понимать, что иностранец, он делает комментарии исходя из своего представления, то есть он написал что-либо, но вот в это описание стоял свои комментарии, а человек, который пытается что-либо восстановить, он именно, ну мало же, если комментарии убрать, мало информации, и он берет полностью с этими комментариями и пытается восстановиться с этими комментариями. Ведь еще надо учитывать одно, что тысячу или десять тысяч лет назад, а может быть сто тысяч лет назад, вполне возможно, что люди были настолько развиты, что им даже некоторые символы вообще не нужны были. И связь, то, что сейчас многие пытаются снять связь с богами, она была напрямую то же самое, как, например, вот сейчас мы сидим, общаемся по интернету, и мы можем переписываться, говорить голосом или увидеть друг друга, если видеокамера есть, ну в крайнем случае взять сотовый телефон и позвонить. Вот, то есть надо не исключать и того, что как до нас дошли сведения о том, что были вот такие символы, вот такие кумиры, вот так было устроено капище или святилище или что-то еще, в то же время мы не имеем права исключать о том, что все выглядело совершенно по-другому, и возможно, что даже каких-то вещей не было. Эти вещи могли быть не просто символами чего-либо, это вполне могли быть предметы, которые использовались на деле. Ну, может быть, это какой-то космический корабль, который стоял, и люди вокруг него, ну, скажем так, не ползали на коленьках и не бились лбом, они просто заходили туда и использовали функционал, или пообщаться через те приборы, которые в нем стоят, или слетать куда-то, скажем, в гости, если такая необходимость есть. А то место, которое осталось после этого корабля, ну, круг, да, грубо говоря, то его потом, когда корабля нет, обносили чем-то, это могла быть стоянка, а в дальнейшем, тоже не может это отключить, что после каких-то неприятностей это место стали огораживать и ставить, ну, грубо говоря, что-то похожее на летающий корабль и вспоминать о нем, потом это трансформировалось. То есть мы сейчас, опять же, можем отталкиваться от своих представлений и фантазий, от того, что до нас дошло в сказах-былинах, от того, что кто-то там где-то что-то написал, от того, что кто-то где-то прокомментировал, или еще что хуже, кто-то это все прочитал, потом переварил себя в голове и выдал какой-то научный труд, на котором многие сейчас пытаются основывать свою жизнь. Вот это все необходимо учитывать. Поэтому мы должны понимать, что обрядовость всегда, она не просто как папуасам давалась, которые бегают с деревянной ручкой, на которые привязаны камушек, а то, что давалось разумным людям. Поэтому любая обрядовость, она имеет какие-то фактические, ну, фактическую символику, которая когда-то была. И она применялась, может быть, даже не совсем так, как мы всем представляем. Вот это все надо понять. Потому что мы только выходим из состояния спячки. А после спячки иногда еще и не урубаешься, а что же на самом деле происходит. Пожалуйста, продолжай. Да, ну, тут я немножко дополню, в принципе, то, что хотел сказать, как бы в продолжение твоей мысли. Просто надо понимать, что вот этот вот элемент толкования-перетолкования, да, то, что появляется некий, ну, вот Ибн, Фадлан, там, еще там, если перечислить, которые так или иначе описали то, что они видели. Насколько достоверны эти описания, даже если они достоверны, надо понимать, что они через призму. Но это первая призма. Понятия, там, тысячелетней давности, они очень сильно трансформировались к сегодняшнему дню. Потом идет следующий уровень трансформации. Это вот, как ты сказал, тот ученый, там, описывающий, тут хорошее слово ученый, его чему-то обучили. Вот. И он через призму своего обучения, он, видя тот или иной артефакт, находит, ну, вот, как там кто-то смеется, вот найдут где-то фонарик, допустим, через тысячу лет. Скажут, это некая обрядовая, ну, в лесу найдут, там, возле костра, некая обрядовая вещица, с помощью которой древние люди пытались там соединиться с солнцем, потому что здесь есть отражатель, допустим. Вот. Это одно из толкований, которое возможно. И потом, когда к этому толкованию присоединится еще там три, четыре, там, пять маститых ученых, оно начинает восприниматься и подаваться, как, безусловно, истина. И вот с таким же уровнем искажения, в той или иной степени, мы постоянно сталкиваемся. Это надо понимать, что никто не говорит, что надо отказаться там от научного подхода, постижения, но просто надо понимать, что в этнографии, в истории он не работает линейно. То есть там очень большой процент того, что сказано, оно как раз относится к тому, что как человек воспринял или как ему это кажется вплоть до того, что целесообразно политически, потому что вот и Сидоров, и достаточно большое количество историков говорят, что да, находят какие-то артефакты, потом либо они куда-то исчезают, либо их зарывают. Для чего? Потому что они не соответствуют этой самой официальной версии исторической. Чтобы ее не разрушать, нам вот это все подают в том виде. И поэтому, если я сторонник того, что высшей правдой для нас, нашей традиции обладает кола ведающих, которые, собственно говоря, в той или иной степени переняли, и они способны обычай в достаточно большой полноте осознавать и развивать в том числе. Потому что необходимость развития обычая, я думаю, очень практически всем очевидна. Это в том ключе. Поэтому для нас мнение ученых это очень, может быть, важное, весомое, но совершенно необязательно мнение безусловное. Потому что это одно из мнений людей, увлекающихся, но которые не являются носителями традиций из поколения в поколение хотя бы. Вот почему уровень искажения, который от них может происходить, он достаточно великий. Поэтому когда люди говорят, вот, наши ученые сказали то-то, я говорю, ученые, это что? Безусловная правда? Наверное, нет. Вот слово ученый ты произнес, а ведь еще это слово применяют не только к людям, еще говорят, есть ученая мартышка, есть ученый медведь, то есть обучили чему-то этого медведя или эту мартышку, и они это исполняют. Собачку можно научить ходить на задних лапках и тявкать нужное количество раз, чтобы получать какую-то вкусность. Поэтому человек, он тоже обучаем в этом смысле, и также он зарабатывает себе на хлеб тем учением, которое где-то получил. А вот праведно это учили, неправедно, правильное оно или неправильное, подходит оно к реальности или не подходит, это уже другой разговор. Поэтому не всякий ученый является тем человеком, которого, можно сказать, можно назвать здравомыслящим человеком, к сожалению. продолжение. Пожалуйста, продолжай. Да, ну и тут после столь долгой тирады, наверное, вернусь немножко к нашему теме разговора, почему это для нас важно, вот этот момент, чего-либо толкования и как мы должны его воспринимать. потому что вот допустим есть пантеон князя Владимира, да, он там включает в себя по-моему восьмерых богов, сейчас, если я там не ошибусь, вот, он включает в себя даже не восьмерых, а шестерых богов и, собственно, самое интересное, что Велеса как такового там не было в том пантеоне, который утвердил князь Владимир. Наши родовичи, последователи традиции и обычая нашего родового часто опираются как раз на тот пантеон, как вот типа собиратель земель и племен славянских установил вот такой пантеон и он является для них в связи с этим безусловно, потому что он в той или иной степени занесен в исторические аналы. То есть утвержден административно? Да, утвержден во-первых административно Владимир, а с другой стороны поддержан учеными учеными нынешнего времени. Но как бы сама традиция, как ты сказал, она говорит, что богов сонмы и малое количество изречено, но значительно большее количество не изречено. и собственно говоря, для нас важно, наверное, даже не это, хотя понимание того, что далеко не все боги изречены, то бишь их имена получены кем-либо из предков и озвучены потом остальным родовичем и приняты были как-то силы, с которой они в той или иной степени способны взаимодействовать. Через славление, поклонение, принесение требований, сжигания огня, много различных действий в этом плане направленных. И болезнь сейчас, которая нам навязана все-таки этнографическим элементом, она заключается в том, что не имея полноты знания о древнем, а имея достаточно искаженную историческую версию, мы не можем во-первых иметь полную картину древности и у них нет достаточного понимания у современных последователей фольклористов этнографов у них нет достаточного понимания того, куда традиция должна двигаться и как она должна развиваться, почему я говорю вот этот элемент для нас является болезнью, потому что иногда говорю я значительно жестче, я говорю это часто являются таковыми, что они торгуют мертвичиной, почему, потому что это непонятно, это безусловно не подтверждено и оно не является животворящим, нам нужна традиция, нужна обычай, которые будут безусловно животворящим вот собственно говоря в чем дело поэтому огромное количество сил и ликов, которые пребывают во всем мире вместе с нами они в той или иной степени с нами взаимодействуют условно есть у нас в квартире в доме домовой есть банник там люди понапридумывали там и вагонных и подвальных и чердачных ну не в том плане что они понапридумывали потому что сущность может практически в любом месте проявиться но это опять же изречение некое новое но имеется ввиду что люди дают народную какую-то традицию она приживается алло Алексей да да я тебя слушаю слышно да это самый звук прошел может отключилось вот и соответственно как допустим того изложения родового искона которого я придерживаюсь от которого отталкиваюсь излагая традицию что есть род земной и род небесный род земной и небесной единцы прибывают силу единую собирают яфи нафь сообща созидают вот формула примерно такая поэтому вот все эти силы пребывающие в невидимом как правило для нас состоянии во множестве своем то что мы говорили как велика яфь но намного более велика по отношению к ней все-таки нас то что нам не видимо но при этом не менее как материально скажем нежели то что мы можем воспринимать поэтому сама по себе формула любая ли сила является божественной ну как сказать если мы стараемся поглядеть чуть глубже мы наверное с этим не будем особо спорить в том ключе что без попадания в правильное движение со всей силой основной которая созидает мир не односущность здесь существовать не может просто хороша ли она по отношению к людям или не хороша это как бы другой вопрос поэтому тут всегда скажем в обществах в той или иной степени примитивных или простых всегда было разделение на злых богов и добрых богов и достаточно много известных примеров когда люди поклонялись как раз не добрым богам а именно злым почему потому что добрые так нам помогут а злых надо как-то умилостивить чтобы ничего плохого они нам не причинили но это опять же легендирование определенной мифологии старых времен наша задача чтобы почему опять же возвращаясь к вере чтобы вера наша она была подкреплена веда в данном случае веда это понятие о том как мир работает и это понятие для нас было рабочим почему потому что следуя тем заповедям которые нам переданы через вышних предков нашей древней мы оказываемся на правильном пути и следуя им сохраняем свой род даем возможность ему преуспевать и продолжиться вечность ну и соответственно каждый из нас может развиться и подняться в славь дабы стать в одном ряду со славными предками с родными богами так вот поэтому кого бы мы могли причислить Алексей тогда тебе вопрос немножко адресую по твоему мнению попробуем поразмышлять к богам можно назвать богом да вопрос интересный сейчас как на меня посыпятся шишки да нет почему мы размышляем мысли вслух да ну понятно тогда у нас появляется не просто некое количество богов а еще и появляются некие уровни богов например бог живущий на земле аз да бог который выполняет какую-то определенную функцию следя за тем что происходит на земле боги которые выполняют какие-то функции управляя или что-то расставляя скажем так уже в космическом пространстве не только планетарного масштаба но и нашей солнечной системе дальше мы переходим на уровень уже галактики мира и всемири и так далее поэтому здесь вот мы можем назвать богом тех кто наделен какими-то свойствами и функциями которым простому человеку может быть непонятны и непосильны и который может что-либо создавать или что-либо направлять перенаправлять вот попробую так мягенько ответить спорить я с тобой не буду но наверное предложу такую формулу и мы вокруг нее покрутимся значит это некая сущность способная влиять на всемири хорошо давай сейчас мы пройдемся на музыкальную паузу значит запоминаем это некая сущность которая может повлиять на всемири от себя скажу что прежде чем музыкальную паузу запущу что у нас на сайте работает социальная сеть где можно обмениться своими мыслями идеями радостями и так далее и причем в отличие от других социальных сетей эта сеть никем не прослушивается никем кроме вас самих не просматривается она очень хорошо защищена от каких-то там взламываний вытаскивания информации и так далее и тому подобное вот а мы продолжаем эфир за тем что я запускаю музыкальную очередную паузу в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню 3 декабря 2015 года четверг по одному из современных календарей по одному из старинок календарей 32 день месяца новых даров 7524 лета седмица кого мы можем назвать богом кто есть наши боги такова тема сегодняшнего эфира главный сведущий Сурияр здесь уже идут вопросы к нам эфира уже идут обсуждения в чате напоминаю что работает чат на народном славянском радио гостевой режим выключен поэтому вам необходимо зарегистрироваться латиницей и придумать себе логин пароль после этого вы сможете пользоваться постоянно этим логином и паролем обмениваться своими мыслями задавать вопросы в эфир также если у вас есть какие-то вопросы которые появляются вне эфира вы можете опять же через форум обратной связи их задать одному из наших главных соведущих это тоже у нас все есть на нашем сайте итак давай продолжаем разбирать эту тему хорошо ну слышно меня да да слышно говори вот сущность которая способна оказывать влияние на всем мире да если мы начнем вот эту формулу хотя бы немного рассматривать то получается что человек точно так же впадает в эту формулировку и поэтому надо понять в каком ключе потому что когда возникает градация вот эту силу мы признаем уже Богом а домового который шумит бродит по ночам по квартире или там по дому что-то свое сотворяя мы его не признаем как таковым поэтому видишь безусловно наверное Богом в этом ключе мы могли бы признать того кто кто есть источник всего но вот эта формула пребывающей единый пребывающий во множестве ликов и сил естественно все это дополняет и поэтому любая из сил для нас которая оказывает значимое влияние просто опять же это наше некое субъективное мнение и оценка я не имею ввиду конкретно себя а вот именно человека как такового что человек берет и оценивает это субъективно и то или иное проявление доступное в его восприятии или воздействовавшее на него называется неким божественным деянием это вот то что касаемо вот а так получается мы можем вот ты разбирал нас ну условно вот эти уровни богов по разным пантеонам они выглядят так или иначе но там нет наверное ключевого противоречия есть понятие о том что да есть боги отвечающие за какие-то малые уделы во всем мире есть боги отвечающие за большие уделы есть боги отвечающие целиком за все мире это естественно их как сказать разница и сила изречены они не изречены это наверное вопрос второй просто надо понимать что это так но в этом ключе мы должны разобрать наверное схему ну опять же по в мире нам доступны того как функционирует само всемирие употреблен такой термин подразумевается что то так как это описано в исконе да есть род как порождающие начало которое светом себя являет и созидает светом всемирья явлен сам един во множестве ликов и сил вот что такое лики и силы тогда бы нам надо попробовать разобрать потому что мы уже несколько раз обращались к основополагающему термину наверное нашего миропонимания которое называется кон здесь мы еще раз попробуем тогда его разобрать и может быть нам станет понятнее каким образом лики и силы и собственно говоря божественные силы как мы называем проявляются и почему они каковы не являются и кто есть наши боги поэтому персонификация там в определенной степени можем назвать ее этнографическая она имеет право на существование и в своих обрядах мы как правило всех как бы изреченных обитателей того или иного пантеона мы периодически славим зажигаем для них агоний собственно говоря в своих молоких поминаем для того чтобы сохранять с ними свою связь на сколько это соответствует этот пантеон тому что есть на самом деле потому потому как я говорил что может быть не все боги вечные и какое-то количество богов уже собственно говоря покинуло наши пределы уже не не являются теми силами с которыми мы взаимодействуем так вот возвращаясь к кону и роду как подателю этого кона значит кон как первое правило творения то бишь до того как порожденные миры проявились было определено правило по какому они будут проявляться и только после этого силы силы родовы которые одновременно являются его ликами начали проявлять это в семье собственно говоря нам они доступны в той или иной степени в отраженной все-таки физическими законами и тут как бы одно из основных наверное сложностей для современного человека как свести научное знание принятое там в школах которые излагаются в более развитой версии как институтах и как нам свести самой традиции и вот этот элемент мы достаточно четко рассматриваем в том ключе что есть кон что силы созидают всемирье силы ну вот как род если по тому из кону которым мы излагаем ход породил из себя ладу и сварага свараг начал созидать всемирие и собственно говоря он является первым ликом доступным нам как таковым который является прародителем первым ликом рода всебога который благодаря которому появился появился всемире в котором мы пребываем это то что мы говорим силы да в данном случае свараг и лада одновременно являются и силами и одновременно являются и ликами вот есть огромное количество сил которые точно так же держат всемире там как человек говорил а бог гравитации его как зовут и говорю ну ничего не назвали сейчас подумаем может быть его имя нам проявится и соответственно всемире благодаря этим силам которые не двигаются ни влево ни вправо а имеют очень четкое свое проявление в мире и отвечают очень четко за определенный удел благодаря им всемире стоит вот в том явном виде в котором она нам доступна это скажем боги те с одной стороны с которыми мы практически не взаимодействуем в прямой и обратной связи да вот то чем отличаются силы от ликов да потому что лики это те которые уже имеют некое личностное начало и в той или иной степени мы можем с ними взаимодействовать в большей или иной зависимости наверное от своей чистоты и степени устремленности я так скажу но это исходя из той практики которая есть у меня из того деяния которому следую ну и тому что передано опять же мне в свое время от тех которые прошли дальше скажем так вот и соответственно эти силы они пребывают вечности вечности может свернутся когда сроки для этого придут нам они не ведомы во всей полноте но мы можем что-то предполагать опять же обращаясь к древним источникам которых в той или иной степени это описано в котором которое было передано как Алексей говорил что некогда подразумевается что боги жили среди родовичей проявляясь и открываясь им и собственно говоря им через это и были открыты небеса очень большой степени ну давай тогда я свою мысль в этом отношении более точно изложу есть представление скажем так дарвиновское в кавычках есть представление ведическое вот дарвиновское представление сводится к тому что все здесь развивалось развивалось эволюционировало и эволюционировало да и не вы эволюционировало в конечном итоге появился человек появился человек который себя осознал человеком и он перестал быть уже нечто похожим на обезьяну стал уже современным человеком и тогда он стал сознавать этот мир и через свои очень слабенькие вот эти вот ручки глазки запах язычок то чем чувствуем да осязание обоняние и так далее он стал этот мир познавать естественно мозг это все концентрировало аккумулировало тоже развивался и конечном итоге наступил такой момент когда он стал какие-то свои страхи из-за происходящего вокруг него называть ну давать этим страхам какие-то названия вот это громыхнуло потому что вот там перун громыхнул вот это долбануло потому что там стребок долбанул вот это вот случилось потому что там марена сделало что-то и стали появляться так называемые родные боги это дарвиновский путь когда человек эволюционирует что-либо познает в этом мире и начинает называть все как он это называет сейчас а второй путь это ведический путь когда боги суть отцы наши а мы их дети когда здесь оказались наши пращуры и когда здесь стали развиваться стали развиваться наши рода и естественно что не от страхов давались какие-то названия и не постигался мир потому что нам было что-то неизвестно а давалось все так как сейчас передается от деда к внуку от отца сыну то есть знания были даны сразу в том объеме который был необходим здесь для жизни на земле и в том количестве который необходим был для жизни на земле а не так что человек что-то познавал и своим мелким умишкам пытался в чем-то разобраться естественно с ошибками поэтому наши пращуры знали не только что находится здесь на земле и как устроена наша земля и как нам общаться с природными стихиями как управлять этими стихиями но и в том что находится вокруг земли за ее дальними пределами и за пределами нашей солнечной системы и поэтому вот здесь надо разделять дарвиновская система если вы к себе к ней относите вы себя можете называть как хотите но все равно если вы думаете что человек развивался эволюционировал и потом он стал познавать и вдруг он узнал какие-то вещи которые невозможно при жизни человека узнать например цикл изменения во вселенной который там равен миллионам лет то это до мой взгляд серьезная ошибка это дарвиновский путь познавания этого мира если же мы говорим о том что боги суть отцы наши моих дети то в этом случае нам все эти знания были даны нашим пращурам наши пращуры вернее их знали потому что они сами как мы говорим являются нашими богами нашими предками и так как они эволюционируют они перемещаются в миры с большим с большим количеством измерений и для них заглянуть в наш мир это ну как то же самое что вы включаете телевизор и смотрите что там происходит на другом конце земли только потому что оператор там камеры вылет а если у вас еще находится пульт не только управления телевизором а пульт управления той камерой вы можете ее и повернуть находясь у себя дома а камера будет там за 3-9 земель стоять приблизить что-то удалить вверх-вниз посмотреть и так далее вот если вы себе представите что мы живем в трехмерном мире с четвертым измерением времени которое тоже многомерно а у богов например 16 32 64 128 256 измерений то ну как сказать ручки так двинул и он посмотрел что у нас творится и может там что-то даже изменить то есть даже перемещаясь в какие-то новые измерения там же и тоже эволюция своя происходит духа имеется ввиду не эволюция как по Дарвину и эволюция развития и души и духа и они переходят в новые измерения то все равно так или иначе связь с ними не теряется даже если напрямую сейчас он не отвечает за наш грубо говоря курятник понимаете он все равно так или иначе с нами курирует потому что ну невозможно между нами связь прервать это наши родичи далекие более могущественные которые уже больше знают чем мы потому что они в других измерениях но все равно связь не теряется но перевели его на более высокую должность но при этом что он перестал быть нашим родичем ну вот поэтому возвращаемся к тому что есть два противоборствующих почему-то противоборствующих видения этого мира один эволюционный когда мы все своим умишкам слабеньким познавали и делаем кучу ошибок и поэтому в такой гадости живем а другое что мы наследники всего того что было мы просто могли это что-то растерять и нам приходилось что-то додумывать но всегда появлялись учителя мессии боги по-разному называют аватары которые какие-то вносили поправочки и так далее а вот проблемы потери знаний и додумок они возникали тогда когда на земле происходили какие-либо катаклизмы какие-то неприятности разбивания родов на какие-то фрагменты разделения родов и так далее и тому подобное вот это моя мысль аплодисментов не на цветы машины пожалуйста продолжай хорошо нет очень хорошо изложил Алексей тут даже особо наверное даже дополнять нечего но я опять же продолжу свою мысль ты по возможностям по своему разумению потом я думаю дополнишь так вот вот этот элемент то что род как порождающий начало проявляет себя в виде сил которые созидают все миры порождают можно использовать этот элемент вот по мере развития и большего и большего проявления скажем уровней слоев всемири появляются появляются в конце концов люди по по многочисленным легендам те которые населяли всемире выглядели различно ну различно не в плане похожи или не похожи просто есть такая мысль которые по мне имеют право существуют люди которые населяли всемире еще не имели той плотности и были там несколько десятков метров высотой и собственно говоря существовали как в очень большой степени как бесплотные духи просто как некие сгустки сознания потом как вот божественный процесс развития всемири он течет слово эволюция мы не будем использовать потому что развитие подразумевает свитие собирание света вот для нас более правильное слово и подходящее и соответственно когда вот элемент осмысления мира уже растворенным во множестве единиц сознанием все бога используем такой термин они уже начали взаимодействовать между собой в той или иной степени и соответственно так как основная сила осознанности была у первородных богов те которых мы называем силы которые сотворяют все милии это вот мы их можем назвать богами первородными вот они же часть из них приняв как бы проявив большую степень осознания стала взаимодействовать с миром не только в качестве какой-то безусловной силы которая вот между допустим держит небеса как гравитация огонь или что-то еще а как сущности разумные способны в той или иной степени организовывать какое-то направление во всемире именно направление не не локально имеется не выбрали себе какой-то удел там ну вот как есть у нас один пустынный бог который вот выбрал одно место там и один народ потому что это значительно более высокий уровень и задача их была не доминировать а именно продолжить в пределах вечности существования в мире вот какое отношение имеет это к нам и как мы вот этим уровнем можем взаимодействовать просто надо понимать что все эти силы которые созидают в мире точно так же во всей полноте представлены в каждом из нас в каждом из нас и соответственно там нам дают те или иные практики там взаимодействия но смысл такой если мы эти силы в той или иной степени в состоянии выделить во всем мире понимаем мы точно так же что они есть в нас и каждый из нас обращаясь к той или иной силе имеющей свое имя соответственно имеющий свой лиц он может это качество качество этой силы себе развить вот точно так же хочешь там на более как бы близком для нас уровне во время обряда хотите мудрость получить больше земной настройтесь на взаимодействие и искреннее принятие мудрости Велеса который в общем-то нави дает нам возможность восприять очень многие жизненные процессы ну и там почему часто к нему обращаются люди у которых там какие-то есть проблемы с деньгами есть какие-то вопросы непонимания потому что считается что он позволяет как бы может научить тому как обрести большее количество путей к добыче денежных знаков ну это не является я думаю самым великим достижением человека добычи денежных знаков поэтому кто-то выбирает этот каждый по мере своей точно так же хочешь быть отважным сильным смелым и понимающим тот или иной уровень кона прави обращаешься к перуну и в этом плане это нам доступно потому что если мы начинаем обращаться к высшним богам богам первородным как правило взаимодействие не является очень успешным почему потому что они слишком большие в большинстве случаев для нашего обыденного восприятия при этом все равно какой-то элемент принятия и трансформации своей личной мы все равно получаем это осознавать очень сложно условно солнечный свет попадая на какое-то растение мы в течение недели можем увидеть как оно изменилось это свое тонкое изменение которое мы получаем от взаимодействия с высшими богами мы себя следить можем в очень малой степени не потому что мы скажем слишком мало взаимодействие взаимодействие это может быть достаточно сильное но слишком тонкое для нашего восприятия сегодняшнего это то что касается ну вот ну и соответственно все силы созидаются в мире согласии первоправилом с коном поэтому в этом плане те принципы которые заложены в коне они являются первым отражением божественного бытия для нас что касается первого взаимодействия и поэтому они всегда пребывают в коне и мы точно так же пребываем в коне только понимание кона в той или иной степени позволяет нам четче с ними взаимодействовать вот чему мы должны учиться в этом плане это то что касается первородных богов как первые силы которые проявили в Семире ну вот когда Всемире развилось значит появилась возможность ликов то бишь личностных качеств божественных силах которые позволили с нами взаимодействовать собственно говоря вот этот уровень и характеризует появление пантеона потому что они называли там или кто-то из ведающих там или волхвов наиболее продвинутых слышал то или иное божественное имя и в общем-то выносил его к родовичам или то время когда ближний к нам круг богов с нами взаимодействовал хотя как бы они боги наверное чуть только в большей степени в плане осознанности по отношению к нам просто на тот момент они немножко лучше знали как устроено все мире ну и сейчас мы наверное уже где-то подтянулись во многом к тем богам которые в более поздний период существовали среди наших родов вот и соответственно обращаясь к этим богам которые включены в пантеон там допустим мы в этом плане опираясь да там мы всегда сочетаем два пути да путь прямого постижения то есть открытости небесам путь исчисления в данном случае это как некий научный путь то есть мы отбрасываем то что нам доступно и пытаемся понять то что нам недоступно в этой степени и мы поэтому в конце концов начинаем с ними взаимодействовать более качественно почему потому что мы можем их слышать и когда приходят потому что есть люди у которых есть в той или иной степени дары ясновидения в той или иной степени дар яснознания и соответственно когда они присутствуют на наших обрядах на наших обращениях собственно говоря они ну как в той или иной степени опять же мы берем это как безусловно они способны дать нам обратную связь в том плане кто из старших родовичей наших славных предков богов проявился во время нашего к ним обращения кто там не проявился и соответственно исходя из этого складывая вот эти сведения мы понимаем что да в той или иной степени наше взаимодействие с ними идет постоянно но имеется ввиду осознанное потому что неосознанное идет в любом случае безусловно потому что силы как созидали в всем мире так и созидают точно так же они присутствуют в нас во всей полноте это вот то что касается богов первородных и богов уже ликов которые исполняют коны в то же время уже в той или иной степени с нами взаимодействуют почему потому что силы как таковые они являются просто ну условно опорами в семье поэтому они хоть являются божественными силами как отдельных богов мы их не воспринимаем до того момента пока какая-либо из сил не проявит себя как лик вот это то что касается рода небесного и то что Алексей перечислял вот эти моменты пантеона отвечающего за каждый свой дел точно в этом плане мы точно так же рассмотрим род небесный что есть первая сила первород имеется потом множество сил которые созидают в всемире потом имеется множество ликов которые уже ну такое слово наверное не совсем правильное обслуживают в всемире но употребим его попробуем потом другой термин подыскать имеется ввиду что они следят чтобы всемири находился в равновесии чтобы в всемире вот этот ток животворения не прекращался на более высоком уровне потому что физические законы они не обязательно связаны с тем что сохранялась жизнь а сама жизнь она уже подразумевает наличие более тонких сил и структур здесь вот мы с ней взаимодействуем хорошо давай сейчас мы прервемся на свое взаимодействуем напоминаю что у нас на сайте работает социальная сеть которая закрыта от многих очень нехороших людей и там никто не украдет ваши данные и вы не будете с интересом наблюдать откуда-то вдруг в интернете появилась ваша информация которую вы не хотели распространять но помимо еще социальной сети у нас есть форум где вы можете обсуждать все темы что подняты нашими слушателями как в эфире так и вне эфира делиться своими мнениями или рассказывать свои истории если конечно эти истории они добрые хорошие они вызывают вражды между людьми и не ведут нас к мракобесию сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу напоминаю что все вопросы мы берем из чата в чат надо зайти зарегистрировавшись латинница придумать логин пароль это делается один раз дальше вы этот логин пароль используйте постоянно его не забывайте и тогда уже обменивайтесь своими какими-то репликами со своими друзьями в чате или задайте вопросы в живой наш эфир итак музыкальная пауза в эфире народное славянское радио добро Пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 3 декабря 2015 года, четверг. По одному из современных календарей, по одному из старинных календарей. И 32-й день месяца нового дорога. 7524 лет старения мира в звездном храме. Седмица. Кого мы можем назвать Богом? Кто есть наши Боги? Такова тема сегодняшнего эфира. Главный сведущий Сурияр. Очень радует меня то, что происходит в чате. Дружеские беседы. Очень обмен мыслями ярко происходит. И что мне нравится без мордобоя, без драки. Пожалуйста, продолжаем. Хорошо. Так, мы на чем остановились? Или ты что-то добавил? Нет, я ничего добавлять не буду. Очень тебя слушать интересно. Если вдруг у меня появится какое-то дополнение или какой-то вопрос. Ты немножко прерывай, потому что объем на самом деле такой достаточно большой. Я понимаю, что для тебя без особых проблем ты все воспринимаешь. И так по общению, и по уровню своей подготовки. Немножко, мне кажется, надо блоки чуть-чуть почетче. Хорошо, а давай так сделаем. Я, бывает, не успеваю остановиться. Тут ничего страшного. Ты меня не сойдешь с мысли, если что-то заострить или углубить. По твоему разумению, как. А давай мы так сделаем. Вот наши радиослушатели теперь могут уже в полноту своих возможностей в чате включаться в нашу беседу. И если вдруг появилось какое-то слово или выражение с нашей стороны непонятное, то в этом случае прямо не то, чтобы вопрос писать, вопрос в эфир, а так вот разъясните, не понял, и вот включайтесь. И, кстати, знаешь, что я хочу здесь часто в чате? У нас возникают такие споры-не споры, разговоры, которые, на мой взгляд, не совсем, наверное, хороши, когда кто-то начинает спорить. Вот ты славишь такого-то бога здесь, или там говоришь про какого-то бога, хорошо или плохо. И простой пример. Вот Анубис, когда появляется у нас в эфире, он говорит слава Чернобогу, слава Марии. И некоторые реагируют о том, что ты что тут там чернуху всякую несешь и так далее. Вот давай специально чуть-чуть посвятим нашего эфира вот этому вопросу. А есть ли вообще славянские боги какие-то плохие? Является ли Чернобог или Мара плохими богами? Или наоборот, они являются теми богами, без которых невозможно существовать нашему миру? Вот как ты это видишь? Ну, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, одна из тем, мы ее дополним, конечно, потому что может быть узкий ответ. Там принцип Белобога и Чернобога у нас разбирается. Да, там есть, но просто это несколько же вытрепещущий сейчас вопрос. И хотелось бы буквально несколько слов. Сейчас смотрю буквально на монитор, и там написано, «Чернобог, злой бог, приносящий несчастье». Ух ты, как ты смотришь, удачно-то. Ну-ка, ну-ка. Да-да-да, причем это как бы чудесная наша Википедия волшебная. Я просто заглянул, думаю, а что же пишут? И понял, что пишут сложное. А может быть слишком упрощенные, наоборот, пишут? Ну, оно сложное от слова... Ложное, ложное, сложное. А в этом смысле, да? Да, я именно таким образом. Потому что есть мифы, назовем, или изустные предания в той или иной степени белорусские, где-то средние полосы России, где род выступает как белобог, а Чернобог, его антитеза, которая там в той или иной степени, с одной стороны, с ним взаимодействует, и, собственно говоря, породитель людей по этой легенде, как раз Чернобог. Просто род как белобог, но вопрос тогда, был не кто тот, который создал и Чернобога, и рода из этой легенды, почему я к ней не обращаюсь? И там Чернобог не является ни злым, ни плохим, просто как бы некая антитеза, вот, словно, род делает так, а Чернобог делает немножко по-другому. Нет вот этой дуальности, которую мы имеем в христианском теологическом раскладе, как дьявол и, там, бог-отец у них, в самате у них, там, где-то не проявляется, как существо, поэтому именно в русском пантеоне и в тех западных странах, которые унаследовали языческую традицию, Богородица восполнила этот пробел. Ну, ладно, смысл в том, что Чернобог, да, мое восприятие того, исконно, как я, что да, есть белобог и чернобог, это два принципа, которые осуществляют вечное коловращение сил и проявлений во всемире. То есть, то, что жизнь, есть движение, и, соответственно, вот это движение и преображение, приобретение новых качеств, они способствуют этому. И, собственно говоря, я говорю, любой человек, пройдя какой-то путь, утратив достаточно большое количество светимости, он переходит в ведомство Чернобога. И, собственно говоря, вопрос времени, когда он начнет собирать свои сложности. И не потому, что Чернобог плох, как принцип события в этом мире, а просто потому, что человек уже очень сильно уклонился от того пути, который мог бы называться путем света. Это вот, поэтому славить Чернобога, как мы же славим жизнь, да, и очень боимся смерти. И в данном случае Чернобог воспринимается, как символ смерти. Но сама по себе традиция наша подразумевает, что смена мерности бытия не есть ни плохо, ни хорошо. Это одна из частиц нашей вечной жизни. То есть мы пришли, пребывали в Яве, в теле, прошли какую-то меру бытия здесь, и когда мера бытия нашего закончилась, мы смену бытия своего принимаем, как естественное. А как бы традиции инородные, они смерть обозначают, как некое великое несчастье, потому что жизнь у них всего одна, а там страшная. Или попадешь туда, или попадешь еще страшнее. Это вот. Поэтому мы, как бы я не говорю, там нужно ли славить или не славить Чернобога. Тут вопрос такой, если ты понимаешь, в чем этот принцип заключается, потому что мы славим рода Всебога во множестве его проявлений. И в этом ключе мы определенное почтение и славу оказываем тому принципу, который мы могли бы назвать Чернобогом, который держит один из основных постулатов именно во всем мире. То, что появилось, оно исчезнет. То, что было проявлено, то будет разрушено. И это надо принимать как данность, а не воспринимать как зло, или как что-то еще. Ну, вот ты произнес слово смерть, что смерть у нас не воспринимается, так как у некоторых монотеистических религий. В древности говорили, ну, примерно, такие слова, что смерть – это не как рысь пожирает рожденных, а воспринимаемая нет у нее формы. Смерть наблюдаете вы в окружении, для себя ее вы не найдете. То есть смерть – это мера. Мера. Вот она мерена тебе пожить. Мерена меры. Да, ты проходишь ее, закончилась мера в этой жизни. Ты переходишь в иной мир, где ты будешь получать новые штанишки, новые учебники, новую рубашку для того, чтобы пойти в следующий класс. Там определенная тоже будет своя мера. Но это не говорит о том, что ты умираешь в том смысле, как нам часто пытаются это показать. Тело – это рубашонка сбросила ее, идешь дальше. И не даром наши пращеры говорили, смерть в том виде, как нам навязано – это обман. Нету смерти. Есть бессмертие. Поэтому к чему вы себя готовите, то и есть. А по поводу Белобога-Чернобога, ну это как два коня в одной упряжке. Один белый, другой черный. Они крутят этот мир. Не было бы хотя бы одного из них, и ничего бы не вращалось. А хорошие или неплохие? Ну то же самое задать вопрос. Огонь хороший или плохой? А вода хорошая или плохая? Ну ведь многие тонут в воде, но без воды бы не было жизни. Вопрос – а как вы ее воспринимаете? Как вы готовы к этой стихии? Как вы себя проявляете в этой стихии? То же самое и здесь. Если вы умеете славить Белобога, то почему вы не славите Чернобога? Ведь благодаря ему жизнь продолжается. Он не разрушает. Он помогает забрать какие-то нехорошие энергии, саккумулировать и перенаправить во что-то светлое. И если вы правильно разберетесь, никакого преступления, вот с точки зрения человека он не совершал. Он сделал то, что, ну, может быть, с точки зрения высокого уровня для него не подходило бы, но он это сделал. И закрутилось, завертелось кое-что. И благодаря этому многие жизни продолжились. Поэтому однозначно нельзя говорить «хороший Белобог» или «плохой Чернобог». Вы относитесь так, что они есть. И если вы славите свет, то в этом случае свет не может быть без тьмы. Так или иначе, славя свет, вы славите и тьму. Но не в том смысле, как нам преподносится это в монотеистических религиях, о том, что вы тогда там бесовщиной занимаетесь. Нет, бесовщина – это несколько другое. Это уход от ведания, уход от знания. И если вы ушли от знания, то вы тогда становитесь на уровень ниже божественного. Не важно, какой божественный уровень бы до этого вы занимали. Вот что самое главное. Вы должны понимать, человек, ведущий, он воспринимает мир как есть и использует все, что в этом мире дано, для того, чтобы саморазвиваться без разрушения себя и этого мира, и того, что его окружает. Поэтому нельзя говорить, что Чернобог плох. Нельзя говорить, что Белобог очень хорош. Они и тот, и другой в своем деле хороши. Иначе, если бы кто-то из них был плох для этого мироздания, его просто не было, потому что невозможно без, грубо говоря так, Всевышнего в кавычках, Всебога или там по-другому, как это называется, невозможно существование чего-либо такого, чтобы разрушило этот мир. Даже волосок не упадет с вашей головы без воли на то, как говорили в древности Всевышнего. Вот это имейте в виду. Поэтому перестаньте спорить на том, какой из богов хороший. Опять же, возвращаемся к разговору, чья мама лучше или чей папа сильнее. Так что вот так вот. Продолжай. Немножко уточнений еще сделано. Просто еще как бы, почему определенная тень ложится, наверное, на Чернобога, потому что среди как бы идущих, скажем, в рядах родовой традиции, есть какое-то количество, которые пришли туда, скажем, с антихристианской позиции, но имеется в виду, что они отрицали как бы Ешла, а почитали его противника, там, дьявола. И, соответственно, вот это вот, услышав, что есть такой чудесный Чернобог, они вот, дабы перекрасятся, славят, образно говоря, его. Есть и такой элемент. Но наша задача не, как бы, не найти плохое, а просто надо понимать, что мы, как вот коловедающих, понимающих, сведущих людей, что Чернобог не есть носитель зла для человека. В данном случае. Для нас это принцип один из, собственно говоря, принципы первого уровня бытия всемирия. Поэтому это Бог, собственно говоря, принцип Кона. потому что в Коне это основа, что всемирие меняется постоянно, возникает и исчезает. И в этом его смысл. Один из основных. Хорошо, здесь уже много вопросов. У нас есть, ты хочешь... Сейчас, секунду, еще про Мару. То, что придерживаюсь я, почему я говорю, что мы Мару Марену не славим, но чтим, почитаем. Почему? Потому что как такая богиня, которая ведает все-таки навными лугами, то есть, когда наши родовичи меру бытия свою выбирают в этом мире, они попадают на навные луга. Там встречает их Велес, находящийся в темном лике со своими как бы помощниками и богиня темная лика Мара Марену. Но почему я говорю не славим, потому что по моему опыту личному и по опыту тех людей, которые имеют какой-то достаточно неплохой уровень тонкого восприятия, я так скажу, они понимают, что вот это та божественная сила, богиня темное ликонство, она проявляется практически сразу во время обряда, потому что некоторые боги проявляются менее, проявляются более слабо, она проявляется сразу, и если жрец не имеет или обряда дей употребим, такое слово не имеет достаточного уровня понимания, каким образом взаимодействовать с этой силой, ну собственно говоря, люди, находящиеся в обрядах вом коле, они подвергаются определенной опасности, то бишь, что эта сила может у них взять, почему мы чтим ислам, и собственно говорят, только один день в году, который посвящен этой богине темной ликом, в начале ноября, или второй половине, в зависимости от календаря, когда мы его справляем, вот, а так славить ее, поэтому, когда человек какой-то новый появляется, он в обряде онкола, или еще что-то чтим, но не славим, и для нее есть определенное время, еще что-то и понимаем, собственно говоря, что время зимы, мора, зило, это как раз то время, когда она поднимается над многими силами, с которыми мы взаимодействуем, и до, собственно говоря, конца февраля, когда Велес, как говорится, сшибает рог зимы, берет свои права, да, она пребывает, в общем-то, в большой силе, поэтому во всех зимних обрядах мы ей дополнительную требу всегда приносим, но опять же, чтим, но не славим, и это моё тут чёткое мнение и понимание на моём опыте основания в данном случае. Тогда ещё тоже своё представление скажу, поделюсь. Поскольку мы выяснили, что у славян нет такого понимания смерти, как это нам пытаются нарисовать, то есть смерть, это я уже объяснил, что такое, с моей точки зрения, это не когда человек навсегда пропадает, это когда он переходит в иное измерение, для того, чтобы продолжить свою жизнь в других измерениях, в другом может быть классе, с другим набором инструментов, учебников, одежды и так далее. Поэтому, если нет смерти в этом смысле, то тогда богиней смерти Мара не может являться. А вот богиней, может быть, покоя, перехода, уравновешивания, растолкования, понимания, она является. То есть, ты перешёл в другой мир, но прежде чем тебе из Нави перейти дальше по золотому пути восхождения, развития, тебе необходимо осознать, а что ты там натворил-то, что ты сделал, осознать это всё. А это можно только сделать тогда, когда ты уже успокоен, когда все вот эти твои мирские явные ощущения отошли на второй план, ты больше не находишься под их действием. И в этом смысле без вот такой успокоительной матушки-богини было бы просто невозможно, чтобы сделать. поэтому как и с чернобогом, так и с Марой не может быть однозначно такого представления, что это какие-то тёмные, плохие, страшные, и от них надо чуряться. Невозможно это сделать. Это одно из проявлений наших светлых и тёмных, одно вообще всего, всё, что и есть в мире. Поэтому нельзя просто так огульно говорить «тот плохой, тот хороший». Если ты кого-то называешь плохим, сначала посмотри в зеркало, осмотри по сторонам. Может быть там увидишь причину, почему кто-то является плохой. У нас не так много времени остаётся, может быть мы пройдёмся уже по вопросам тогда и поотвечаем на вопросы? Или у тебя что-то ещё заготовка есть? Нет, я же говорю, объём не высшимый. Я чуть-чуть сейчас на коротке дополню в том ключе как бы цельность пантеона, каким образом примерно мы воспринимаем и как он созидается и почему мы взаимодействуем именно со всем пантеоном. Потому что я сказал, что по большому учёту с первородными богами, силами созидающими семьи, наше взаимодействие достаточно слабое, потому что они велики, древны и как бы очень чётко функционально определены. Поэтому мы можем только получать потому как в каждом из нас эта сила в своей полноте как качество проявлена и мы её можем активировать, обращаясь. Единственное, что это сложно, когда нет имени изречённого, но в данном случае там тоже есть определённые как бы моллы, моллы творения, через которые нам легче настроиться. Но это в какой-нибудь из передач и тексты дам очевидные. Ну и объясню саму технику. И наверное сейчас совсем коротко скажу само по себе соответственно всё что условно возвышается над нашими головами в небесах мы называем родом небесным. и взаимодействуем мы как правило да персонифицировано по мере своего понимания с кем-то из богов того или нового дела в зависимости от теми жизненными обстоятельствами в которых мы находимся. Плюс мы во всей полноте взаимодействуем с кем? С нашими славными предками, с нашими прародителями, те которые идя стезёй прави свои все меры пребывания здесь в мире яви они поднялись высоко в славе и стали в едином ряду с богами родными. Вот через них мы можем как бы восходить до самых высших пределов до самых высших небес если с ними наша связь сохранена и чему собственно говоря одна из важнейших функций любого обряда это активизация сохранения и усиливания связи со своими славными предками которые в данном случае предков мы точно так же смело называем своими родными богами и родных богов называем своими славными предками собственно говоря вот таким образом хорошо давай тогда прежде чем мы перейдём к ответам на вопросы мы поставим всё-таки музыкальную паузу тогда это будет естественная отбивочка и разделение этих частей в эфире народная славянская радио ответы на вопросы продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио кого мы можем назвать богом кто есть наши боги такова тема сегодняшнего нашего эфира главный следующий сурьяр 3 декабря 2015 года четверг по одному из современных календарей а 32 день месяца новых даров 7500 до 4 лет отстворения мира звездных храмов седмица по одному из старинных календарей переходим к вопросам напомню что вопрос мы берем из чата который находится на нашем сайте slavomir.org достаточно в любом поисковике набрать народное славянское радио и войти на наш сайт дальше слово чат ищите нажимайте если еще не зарегистрировано то придумывайте себе логин и пароль латиницей регистрируйтесь запоминаете не забывайте потом и вы становитесь полноценным обитателем чата можете общаться с нашими друзьями задавать вопросы в эфир а если у вас будут какие-то вопросы вне эфира то тогда через форму обратной связи можете задать вопросы нашим главным соведущим там уже довольно внушительный список кому какие вопросы можно задавать или можете войти в социальную сеть которая защищена лучше чем другие сети и там вести свой маленький раздел общаться или же опять же войти на форум там стать полноценным пользователем членам свои истории размещать свои мнения но только главное чтобы это было все в наших славянских традициях без какой-то глупости и гадости то есть придержимся всего того что раньше называлось ведической основой ведической культуры итак вопрос смотрим что у нас здесь появлялось первый вопрос мы уже озвучили в самом начале теперь переходим к следующему Евгений вопрос в эфир многие сейчас слепо верят в то что поклоняются богам нужно сейчас так же как и раньше поклоняться богам нужно так же сейчас как и раньше повторяют славицы разные и так далее практически создают ту же религию как вы на это смотрите ваше мнение интересно это не вопрос ну давай посмотрим по сторонам кто у нас еще в чате есть хорошо тут же вопрос в большинстве случаев при взаимодействии у нас просто достаточно долгий негативный опыт подменой понятий да вот слово религия и слово вера да которые в общем-то выступали как синонимы вот если разбирать слово латинская религия да что оно говорит восстановление связи да там одно из таких наиболее принятых толкований да рээ это повтор лига это связь да повтор связи смысл такой что допустим из 100% людей безусловно сохраняют связь с небесами это от полупроцента до двух процентов это вот как по тому как мы смотрим по той скажем слово статистика нехорошее употребим как мы наблюдаем соответственно точно так же еще там ведической индийской традиции законах ману 4 уровня и вида людей собственно говоря и 4 варны там 4 касты слово как-то не как правило не употребляем маварны как вар трансформирующий трансформирующийся а давай сейчас просто поясним что слово каста это ну тоже скажем так не индийское совсем слово мы знаем что в Индии многое пришло от нас ка это объединение ста объединение ста то есть это то что потом называлось артелью то есть выполнение ну как бы люди занимающиеся одним определенным видом деятельности да поэтому у нас из каст в касту свободно переходили в Индии там все более жестко было сделано потому что ну какой уровень сознания такие и меры предпринимались слово варна оно более широко именно по уровню сознания да потому что оно подразумевает как бы возможность перейти из варны в варну в течение жизни и в своей варне очень серьезно возрасти в том плане что как я говорю что уровень праведности никак не обусловлен варной что в любой варне ты можешь дойти выше уровня праведности это вот что касаемо да что там ну так все же нужно ли сейчас так же как раньше повторять славицы все-таки на религию смахивает да да ну так и вот к чему я это начал говорить по поводу того что есть 2% которые в состоянии сохранять связь с достаточно высоким уровнем небес без каких бы то ни было внешних проявлений там не надо ни молы условно творить ни там ни на обряд приходить почему потому что их внутренняя весть потому что вот мы разбирали еще не до конца разобрали что яйцо то есть весть пребывающая в каждом человеке она либо такова либо такова она имеется по ее качеству по силе ее восприятия самим человеком и вот эти 2% в состоянии эту весть в себе постоянно ощущать и культивировать почему я говорю что каждый из нас собственно говоря в качественном отличии друг от друга отличается уровнем светимости уровнем того света который он смог в себе вместить и свить его со своей сутью со своим сознанием а вот а всем остальным людям а их получается больше 90% им необходимы некие внешние действия которые позволяют им обрести сонастройку с небесами вот эти действия мы можем называть религиозными действиями святыми действиями как угодно но они необходимы вот внешне это да может восприниматься как религия но религия в данном случае почему нами воспринимается негативно потому что то скажем инородное религиозное там не религиозное ну да религиозное наверное объединение оно ну как бы дискредитировало все свои действия все свои действия почему потому что люди делали огромное количество вот этих внешних проявлений но скажем приближение к богам или к богу по их версии у них не происходило и соответственно вера в связи с этим очень сильно угасла люди потеряли силу веры которая позволяет именно ощущать всей глубиной своей сути небеса поэтому мы все равно как бы нам необходимо делать определенное количество внешних действий для того чтобы связь наша была в активном состоянии называть это религиозным действием или как-то иначе это выбор человека но внешне это выглядит именно так поэтому мы можем говорить что все мы боги все мы на высшем уровне небес пребываем но это как бы некая иллюзия в которую не нужно себя загонять потому что для того чтобы взрастать в духе это очень большой тяжелый труд идущий через большое количество личного труда большое количество аскез безусловное осознавание своего пути вот примерно так надо наверное понимать следующее что на каждом уровне развития вот о чем говорит Сурияр в какой варне вы находитесь и стремитесь ли вы вообще из этой варны дальше выйти через развитие наверное это вовсе не обязательно выходить из варны да я понимаю я просто стремитесь ли вообще или находитесь это ваше дело то что может быть вам необходимо по жизни я же не берусь за каждого судить что плохо это или хорошо нужно тебе это или не нужно я просто говорю в зависимости от какого уровня то и необходимы наверное разные варианты представления славления и всего остального поэтому если мы видим что на сегодняшний момент огромное количество религий на земле существует это говорит о том что люди достойны этого уровня восприятия или общения с высшими силами вот просто поймите что какое у вас правительство такие вы какие у вас религии таковые вы какой у вас язык какая речь таковые вы какое у вас образование и так далее воспитание таковые вы поэтому если вы хотите изменить мир к лучшему то вы должны сами меняться и вполне возможно что человеку который на каком-то этапе был очень религиозен на каком-то этапе развития ему религия будет больше вообще не нужна потому что он будет общаться с богом каким-то или с богами со всеми сразу точно так же как он сейчас общается со своими родичами но даже при общении с родичами иногда требуется а скорее всего даже всегда требуются какие-то усилия для того чтобы на первых оказаться в том месте где родичи находятся то есть прийти к ним потом дальше осмыслить то о чем будешь с ними говорить а не просто болтать языком а если человек находится вдалеке то может быть надо письмо ему написать может быть на трубку поднять набрать номер то есть все равно какие-то действия нужны кто-то это делает как само собой разумеющиеся в этом случае для него это не религия для него это жизнь а кому-то необходима четкая последовательность действий для того чтобы он сумел донести информацию до своих родичей то есть до своих богов что я имею ввиду и потом какую-то последовательность чтобы получить обратно информацию это примерно то же самое как один посылает ходока он идет ходоку ему долго объясняет что необходимо сделать и ходок пошел то есть посредник потом ходок туда сходил получил информацию обратно возвращается и пересказывает своими словами кому-то такой формат подходит кому-то подходит формат письма где он уже меньше посредника включает достаточно просто почтовую службу написал письмо заклеил конверт марку наклеил и послал почтовую службу все сделала тот получил обратно написал и он уже тот прочитал что человек написал и этот уже обратно получил читает что человек написал ну бог в данном случае а кто-то непосредственно говорит к примеру по телефону уже вообще там посредник сокращается до сотого оператора набирает и уже слышит голос а кто-то вообще пришел в гости к богу и начинает напрямую разговаривать. Какой ваш уровень развития, я не знаю. Поэтому какие вам нужны посредники и в каком виде, я тоже не знаю. Поэтому еще раз говорю, все, что на земле находится, оно для чего-то нужно. И поэтому религии нужны. Хотите вы это, не хотите. Как только они перестанут быть нужны, религии не будет. И вот когда меня спрашивают, почему ты иногда там, типа, не участвуешь в каких-то праздниках, славлениях, я говорю, понимаете, в чем дело? Я славлением занимаюсь каждую секунду, каждую минуту. И поэтому, если я вижу необходимость оказаться на каком-то славлении, я там оказываюсь. И меня это радует, что люди вот так вот вместе проводят какие-то очень светлые, яркие обряды. У них глаза светятся, я чувствую эти энергии. Но бывают такие моменты, что я просто вот должен что-то сделать, еще одно. Но это не означает, что я не нахожусь в связи с нашими предками. И не поддерживаю это. Поэтому к миру относитесь более проще. Ну, ведически относитесь. Понимайте этот мир, а не просто так упирайтесь, что надо или только вот это делать, или только вот это, или только это. Если бы было все так просто, то в этом случае мир бы был примитивен, на одном листе бумаги изложен. Плоскостный. Хорошо. Вот здесь, когда Евгений вопрос этот задал, то Наталья написала, по сути своей, что не взять сплошная религия. Ведь то, что здесь нас собирает религии в определенной степени. Ну, то есть объединяет в определенной степени. Вот такие реплики. Ну, поэтому я говорю, тут вопрос терминологический, к чему мы все время возвращаемся. Что мы подразумеваем под этим? Это если некие действия помогают нам сохранять связь, нам их лучше делать. Назовем мы это религией или еще как-то? Это уже другой вопрос. Угу. Хорошо. Дальше следующий вопрос. Эдуард, если рассматривать человек как сущность, то, встретив другую сущность более высокого уровня, должен ли человек поклоняться или преклоняться перед этой сущностью? И какой смысл вкладывает ведущий в слова поклоняться и преклоняться? Эдуард задал такой вопрос интересный. Ну, наверное, вопрос хороший. Я подумаю, достаточно ли я глубок для толкования этого? Сейчас подумаю. Как КПш говорилось, чем ниже голова, тем глубже мысли. Поэтому давай-ка голову наклони и отвечай на вопрос, не уходи от ответа. Хорошо. Поклониться и преклониться. Я скажу просто, и не будем ни в кодово-слогово, ни в буквицу наверное сейчас уходить, если хочешь, Алексей, возьми на себя. Не, не буду, затянем эфир просто. Давай дадим возможность нашим слушателям буквицу изучать. Слово такое, что допустим я про свой опыт в данном случае скажу значит какие-то вещи мне в той или иной степени открыты я не претендую ни в коем случае на всевидение или еще что-то, но вот там десятилетия, да, скажем так практик, они какие-то вещи позволили мне в себе проявить. И соответственно я опять же по своему опыту знаю какой это большой труд большой труд. И собственно говоря я могу увидеть человека, который подметает улицу. Я как бы по какому-то своему, может быть, внутреннему ощущению пойму, что он это делает там безупречно или на том уровне проявления красоты что для меня будет естественно ему поклониться как признание не то, что он там выше или что-то еще а того, что я вижу как через него род проявляет себя вот в таком ключе а то, что как бы преклониться это наверное больше ну в моем опять же изложении я тут не навязываю ни в коем случае преклониться это значит увидеть человека который больше тебя и прошел по пути духовного созидания дальше и светимость его выше и ты в данном случае преклоняешься ему даже не ему а опять тому уровню света который ты видишь потому что тут не вопрос что та или иная личность как бы давлеет тут вопрос он по сути правильно был задан что сущность очень высокого уровня а в данном случае пантеон богов которым всем это подразумевает что это сущности очень высокого уровня и наша задача взрастать в том чтобы мы могли в той или иной степени к ним приблизиться по качествам своей светимости по качествам своего деяния по качествам взаимодействия с миром вот это примерно так хороший ответ единственное что я добавил бы можно поклониться но это в этом случае не падает на колени да 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 а именно что это проявление уважения ты встречаешь даже вот как у нас было встречаешь какого-то уважаемого человека поклон до земли да или провожаешь передай поклон там тому-то передаешь или тебе поклон за то что навестил это просто уважение это не означает что это раболепство какое-то поэтому потому что достоинство одно из важнейших качеств которые мы в себе должны осознавать что мы есть как бы тоже проявление но качество этого проявления это надо воспринимать вот быть рядом с сущностью многие хотят быть рядом с сущностью более высокого порядка или уровня развития кто-то как пиявка а кто-то для того чтобы с чему-то научиться потому что лучшее самое учение это когда есть пример вот в зависимости от этого и надо понимать кто вы раб пиявка или ученик который хочет познавать этот мир давай дальше Зигфрид вопрос в эфир стоит ли воспринимать слова о том что чтить нужно предков о боге суть они и есть вера и поклонение ее и дальше прерывается к сожалению вопрос не понял если ты понял то можешь ответить может ты не я не очень понял может ты как-то трансформируешь вопрос тогда ну давай на первой части стоит ли воспринимать слова о том что чтить нужно предков как боги они и есть ну мы уже говорили о том что боги суть отцы наши мы их дети наши каждый я говорю я поэтому когда там с родой очень не встречались я говорю вы помните что за спиной каждого из вас стоят тысячи колен ваших предков тысячи колен поколений перевожу может быть если кто не понял все понял смотри здесь продолжение они к богам в любом случае вот и все и соответственно и как бы боги являются одновременно вашими светлыми предками и ваши светлые предки являются так как они соединены неразрывной связью являются вашими родными богами сурьер вот полную версию мне прислали значит вопрос стоит ли воспринимать слова о том что чтить нужно предков а боги суть они и есть а вера и поклонение это уже фанатизм но опять же здесь надо бы возвращаем к началу где ты говорил что вера это не религия как религия может быть без веры так и вера может быть без религии вот в зависимости от вашего уровня развития понимания этого мира поэтому и поклонение и преклонение мы только что поговорили поэтому все конечно можно свести до уровня фанатизма а можно все свести до уровня ведического мировоззрения ну вера это опять человек говорит что это как бы есть определенное слепое доверие чему-либо он в этой терминологической обработке я так понимаю это выдает то о чем говорим мы что вера это безусловное чувство очень высокого уровня восприятия очень тонкого и высокого вот то то чем это должно быть в нас если мы достаточно развились для восприятия вышнего хорошо здесь Таркуино написал по поводу религии не религии мы видим такое если люди очень сильно отошли от древней веры то для возврата им нужно какое-то время пройти этап религии ну в общем-то да о чем мы говорили хотя бы если не понимаешь но исполняй обычные ритуалы какие-то обряды четко закрепленные хотя бы ты в сторону не уйдешь но как показывает практика одних ритуалов повышается если попадают люди в хорошее направление да но в то же время понимаешь что одних обрядов не хватает не выходим еще понимание почему и как и понимание на всех уровнях есть уровень просто повторения есть уровень сознания есть уровень сотворения и вот еще там есть высший уровень хотя бы доступные нам давай дальше Иван вопрос почему Сурьяр бороду не отпускает бороду не отпускает что такое борода для славянина вот ну это я там часто анекдоты в этом ключе говорю тут ну это мой скажем так выбор для как бы некого удобства там да есть в той или иной степени бородка короткая ее отпускаю но это я говорю это мой выбор и если вам это так важно ну я все равно пока буду так вот и все не не буду менять эту ситуацию потому что тут как-то возникла полемика типа ну как же вот он типа называют его и так и так там ну какими-то высокими словами а у него борода типа не 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 до пуза или там не до груди хотя бы ну так дело-то такое понимаешь это как в анекдоте я говорит с утра-то протрезвею а ты говорит как была дурой так и останешься борода сделает меня лучше не знаю вопрос наверное не по бороде надо человека судить ну хорошо а что такое борода вообще для славянина может быть она не нужна но ты-то ладно логично все объяснил свою точку зрения а вот так вообще борода для славянина это что ну борода вообще как таковая по моему мнению и я думаю что многие его разделяют в том ключе что это символ мужского начала в том плане помогает ли она воспринимать как часто говорят высшие ну тут я как бы немножко усомнюсь почему потому что я иногда специально отстригаю волосы потому что уровень объем пришедшей информации он таков что просто невозможно найти ну вот это чисто физическое ощущение что приходится идти просто укорачивать чтобы сохранить нормальное восприятие поэтому как проявление мужского начала как следование традиции я не как сказать я в принципе это поддерживаю я недалеко сегодня ехал и почему-то видно в предчувствии этого вопроса мне попадалось на глаза огромное количество именно славян наших родовичей молодых которые там ну с малыми бородками там чуть подольше очень много я в общем-то этому порадовался это как говорит о том что люди в той или иной степени скорее всего приобщены к традиции по крайней мере они не обращают внимания и уже свой внешний облик формируют исходя вот из этого как говорил уважаемый один человек борода это богатство рода но это не означает что вы этим богатством правильно это еще не означает что вы этим богатством рода правильно умеете распоряжаться это некоторые примерно так же как маленькие мальчики у которых есть первичный половой признак но это еще не означает что он будет им распоряжаться например там в шестимесячном возрасте как мужчина который достиг 21 лет о своей жизни так что иметь какой-то признак мужчины это еще не означает быть мужчиной хорошо когда одно с другим сочетается одно другому соответствует иногда бывает люди сделают какие-то наколки себе модные на сегодняшний момент соответствия внутреннего мира этим наколкам нет потом мода на эти наколки проходит как ты говорил дура дура останешься вот наколка то она и остается и как тут шутили нас в скором времени ждет такая печальная участь как бабушки с обвисшими ягодицами на которых там тоже такие же обвисшие наколки но которые не умеют готовить пирожки да вот так что давайте дальше пройдем по нашим вопросам дальше Арковина написала прошу всех здравомышленных людей оказать посильный вклад поставить подпись петиции для содействия в исследовании славянно-вернских вет исключение из экстремистских материалов окончательное призывание славянских арийских вет экстремистским материалам наложить запрет на изучение популяризации прошлого русского народа вычеркнет из признанной всем миром великой русской культуры самый важный ее фундамент можно немножко так коснуться буквально два слова вот свою точку зрения изложу а ты скажешь так это или не так при всем может быть неоднозначном в обществе отношении к славяно-арийским ведам кто-то есть прям почитает кто-то говорит ну да есть они есть кто-то говорит все это наводил подделкой и так далее так или иначе это то что связано с нами и на мой взгляд вот сегодня запретили одну маленькую частицу нашего завтра запретили другую частицу нашего послезавтра третью а на четвертый день с чем мы останемся и если сейчас не встать защитой на какую-то нашу малую часть то завтра встанет вопрос а встанет ли кто-то защитой за ту часть которая тебе больше нравится и в конечном итоге с чем мы все останемся поэтому здесь у каждого здравомыслящего человека должна четко мне кажется граница и дилемма пройти стоит в это дело ввязываться защиту или не стоит вот как ты думаешь что ты скажешь по этому поводу ну насчет защиты я думаю те кому веды ну как сокращенно славяно-арийский сав веды помогают жизни как-то сосредоточиться что-то еще конечно стоит их защищать это одна сторона медали а другая сторона вот то что я коснулся в начале по большому счету я сторонник того что позвольте нам самим определить что нам любо что нам не любо что нам надо и что не надо а в данном случае наверное как бы государство как бы вмешать государству сейчас оно не нужно мы не являемся никаким деструктивным культами или еще чем-то мы следуем тому что мы знаем собственно говоря поэтому я и говорил что просто пройдет какое-то время да какое-то мироописание оно как бы обретет больше количество последователей собственно и станет основным а обретет оно по моему мнению потому что следуем люди будут видеть что жизнь их улучшается согласен с тобой я почему еще раз акцентирую на это внимание дело в том что в этих книгах представлены много и символики кто-то говорит выдуманно не выдуманно неважно символики много тех слов которые иногда помогают человеку задуматься указания на те факты которые человек может поискать и найти подтверждение выйти на какие-то более может быть весомые для кого-то материалы и поэтому когда закроют эту часть то в этом случае закроют и все то что в этой в этой части нашего наших знаний или относящих к нашим знаниям книгах находится и в этом случае тогда будет очень легко тем кто не любит наше славянское притянуть к запрету и все остальное так что имейте это в виду не думайте что это сейчас закроют что-то что вас не касается закроют то что так или иначе вас будет касаться потому что это будет прецедент и на нем все остальные дела будут рассматриваться в юриспруденции есть такое понятие есть такое дело есть такое дело все по нему дальше работаем вот то есть лекало оно уже настроено не дальше поэтому лекало будет делаться с остальными как называется прецедентное право с одной стороны поэтому я говорю что я в данном случае ни в коем случае ни в коей степени не поддерживаю подобные преследования это раз другое дело что мы я думаю в состоянии сами постепенно там не торопясь без каких-то радикальных сюжетов разобраться то конечно что нам больше все нам больше подходит должны мы сами решить а не кто-то за нас должен решить и поэтому ты правильно говоришь что если 28 статью конституции нарушают то в этом случае мы должны подняться все вместе и сказать друзья мои как-то неправильно конституция нам гарантирует вот это а вы нам говорите вот это это прямое нарушение дайте нам самим разобраться лучше как-то мы не лезем в дела чужих народов или иных народов это их дело как там чего делать ну да там часто так слышишь обвинения там условно в отношении той или иной группы идущей путем постижения традиции о они не курят и не пьют и уже как бы считаются этим опасными сектанты да ну ладно хорошо так дальше напоминаю что работает у нас стол заказов на сайте можете слить свои заявки это к вопросу в нашей теме не относится дальше Виталий все мы наверное слышали выражение единственного борьба противоположностей это тоже абсурд либо вы в единстве либо вы в борьбе противоположностей вот что скажешь по этому поводу ну это как бы узкая и достаточно слабая теория почему потому что она ну вот именно в том виде там единство и борьба противоположностей мы поменяем одно слово да единство и взаимодействие противоположностей и у нас сразу получается совсем другая петь а здесь знаешь что можно сказать что с одной стороны здесь нет никакого ну противодействия представь себе медаль и две стороны в этой медали поэтому я говорю мы меняем борьбу на взаимодействие да 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 вот и сразу выходим на другую версию вот смотри с одной стороны они с друг другом никак не соприкасаются они находятся на разных гранях на разных сторонах но с другой стороны вот прости эту монетку или медальку она упадет на землю она же не повиснет в воздухе она упадет и какая-то страна будет давить на другую то есть в данном случае какое-то противодействие образуется переверни и другая страна будет работать если все это находится в гармонии если находится в ладу тогда здесь происходит как раз то что они взаимодействуют между собой и дают ту разноплановость которая в этом мире всегда присутствует так ну да в одном из анекдотов есть такая версия что монета должна зависеть да 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 и говорит если монета пойдет на орешка мы отдадим значит женам деньги зарплату да если на другое мы отдадим фонд спасения мира если а нет наоборот если упадет на орешка мы пропьем если упадет на это то мы отдадим фонд мира если зависит то отнесем жене вот такой советский анекдот дурацкий абсолютно был поэтому зависание у нас не происходит но пропивать мы тоже ничего не собираемся наоборот отсюда вылезаем из этой большой водючей лужи как бы это вот выжимка достаточно кривая ведущая нас не тем путем потому что наша задача воспринимать мир в цельности и собственно говоря мы стремимся быть цельными сами и мир понимать именно как можно в большей цельности то есть во множестве его проявлений а когда сужают до этого и обозначают опять же вот это дуальность сначала добрый бог и злой дьявол в вечном единении в объятии жестоком они борются и мы как бы наблюдаем за этой битвой и страданиями утираем скупую там слезу умиления хорошо так дальше Евгений вопрос эфир как менялись имена у наших богов ну тут я однозначно не не возьмусь на это ответ потому что как бы потому что в этом ключе очень достаточно большой объем наверное попытались сделать этнографы но все их объяснения там попытки притянуть там одного бога к другому сказать что условно вот все позаимствовано из греческого пантеона там просто имена другие данные тут я ни в коем случае наверное не пытаюсь претендовать на какую-то есть потому что какое-то имя есть я там через обряд там через какие-то практические какие-то взаимодействия стараюсь понять насколько оно соответствует и если условно это сущность которая при призыве на это имя дает какой-то свой отклик для меня это важно так дальше ну уже заключение эфир мы подходим слышали о Николае Викторовиче Левашове как относитесь к его трудам и Евгений задает вопрос ну я наверное не буду тут критиковать потому что я сторонник все-таки того пусть много будет хорошего и разного при условии нашего умения различать и понимать я думаю что мысль мыслей он высказал достаточно много интересных и нам еще предстоит как-то наверное их тоже осмыслить в той или иной степени я считаю что это как бы не обедняет наше миропонимание может его потенциально обогатить я вот исхожу из этого я не являюсь ни поклонником не пройти в данном направлении вот недавно общался как раз с людьми которые там были и те кто себя относят последствиями Левашова и те кто относился очень прохладно и те кто вообще чуть ли не враждебно по некоторым признакам причинам и в конечном итоге после нашей дискуссии все пришли к тому выводу что несмотря на всю однозначность этого человека после его ухода люди продолжают делать очень хорошее дело многие очень многие люди занимаются тем что изучают наше прошлое и находят точки соприкосновения с другими такими же нашими собратьями я ничего плохого в этом не вижу так что когда мы говорим мы можем разбирать косточки перемывать ушедшим из этого мира сколько угодно но при этом надо понимать а что осталось какое наследие после этого если мы видим что это не вносит розни в наши рода то на мой взгляд ничего страшного в том что приписывают ему нет потому что надо смотреть потому что сейчас происходит а сейчас происходит вот именно продолжение определенных интересных дел поэтому ничего вот говорить конкретно про человека хорошее плохое тоже не буду поскольку есть дело оно живет существует некоторые моменты очень в этом деле сейчас позитивные нравится раз вреда нет то значит дело хорошее мне кажется так более здорово что-то не ведет к разделению почему потому что любое слово какой-то момент какой-то промежуток времени имеет право на существование да наша задача посмотреть на него и собственно говоря лейт поэтому мы тут не пересхакиваем на личности потому что это тоже определенный уход мы говорим вот есть нечто там есть ли там необходимый нам суд вот и все так Василий Васильевич просит еще раз повторить что стол заказов выходит у нас завтра в 12 часов по Москве это пятница и то что в столе заказов вы можете дать заявку на поздравление передать привет и поздравить друзей родных близких с каким-либо праздником или событием и заказать какую-либо хорошую песню ну что ж все вопросы у нас озвучены еще вот реплика одна пришла что ура появилось продолжение возвращения на Реул глава 22 это имеется ввиду книга Джаре эфир который у нас был так что можете кому понравилось это прочитать 22 глава выложена вот такая радостная новость Михаил нам написал так ну что давай заключать наш эфир какими-то умными словами какими-то умными репликами что-то заключение нашим радиослушателям скажем доброго хорошего вечного что душа развернулась хорошо я наверное скажу то что говорю и всегда в той или иной степени други постигайте родовую традицию всем своим разумением почему потому что тогда вы сможете двигаться традиция осознанно и соответственно эта мера бытия в мире яви которую сейчас проходите пойдет вам на большую пользу и в следующий раз придете уже начнете с более высоких степеней познания вот таким образом а в заключение я от себя скажу вот что ну во первых я благодарю всех кто участвовал всех кто в чате активно переписывался напоминаю что именно чат позволяет нам ориентироваться на понимание или непонимание темы воспринимать атмосферу которая у наших радиослушателей происходит в головах в сердцах также принимаем вопросы из чата и за это я всем низкий поклон передаю также Сурьяр тебе низкий поклон за то что ты потратил много времени для того чтобы многие вещи разъяснить нашим радиослушателям вот принимая тоже благодарности в свой адрес за то что ввел перед тебе безусловная благодарность что ты вообще ведешь этот проект это очень серьезное дело на самом варианте потому что ну нет особо таких возможностей сразу большому количеству людей одновременно общаться взаимодействовать в данном случае ты в этом плане таким маяком хорошим выступаешь я хотел пошутить а ты все серьезно все переводишь а я серьезно нет я как раз вот здесь я и люблю пошутить но здесь я совершенно серьезен потому что дело важное и собственно говоря поклон тебе и уважение за то что ты его делаешь ну в общем как говорит Жданов то принимаю ваши аплодисменты выражение своей благодарности и так далее а самое главное что я хочу сказать вот просто задумайтесь многие представляют наших богов с какими-то такими инструментами в руках меч копье посох что-то еще ну достаточно примитивные для божественного уровня то есть то что люди могут вообразить но ведь представьте наши боги они не то что перемещаются между звездами между галактиками они еще находятся в тех мирах из которых они сюда могут просто переходить или просматривать или что-то изменять вот представьте уровень их технического вооружения технического оснащения неужели вы думаете что вот наши пращуры летая между звездами там воевали копьями там воевали мечами примитивными а сюда спустились и те свои волшебные инструменты и оружие убрали взяли в руки вот эти примитивные железяки и стали здесь воевать то есть к чему я говорю человеческое представление всегда упрощает до своего мировосприятия все что видит но вы должны понять что если бы так все было упрощено то не было бы того интересного мира в котором мы сейчас находимся в яве не было того между мири всем мире о котором мы говорим не было других миров других измерений поэтому уходите от уровня дарвиновской обезьянки становитесь человеком становитесь азом развивайтесь так чтобы потом не было стыдно своим пращурам при встрече сказать а вы знаете я там вот не просто так небо коптил смердил я и развивался я оставил после себя много чего важного и мои потомки живут по совести в аду с природой святочтя всех нас как своих великомудрых предков и богов 3 декабря 2015 года четверг по одному современных календарей 32 день месяца нового дарова 7524 лет створение мира звездным храме седмица по одному из старинных календарей кого мы можем назвать богом кто есть наши боги такова была тема сегодняшнего эфира главный сведущий Сури Яр на 7 я с вами прощаюсь желаю всего самого самого доброго до новых встреч услышимся Народное славянское радио для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok